Я хочу вам представить свой проект. Запомните меня, пожалуйста, по желтому файлику. Я не успел запомнить. Я запомнился. Проект представляет собой сравнение банковских услуг, банковских продуктов. Проблематика такая. Банки, по крайней мере в Украине, предлагают очень много продуктов, условий и так далее. Это все выисписано на очень многих условиях договоров. В то же время там очень много манипуляций. Среди которых в конечном итоге потребитель просто не знает, за что он платит и каким образом. Предложение создать единую систему, платформу, на которой есть заявки пользователей, желающих потребителей. И со стороны банков ответы и вычеты, полный, конкретный, со всеми сравнениями уже с нашей стороны. Как бы независимое сравнение выведения цены продуктов. В этом поспособствует эту информацию, собранную по стороне банковских потребителей. Также можно использовать для предоставления бизнесу к принятию решений. И есть сейчас видимость того, что разрабатывать этот продукт на некой платформе, есть софт-цайклс.ком. Они предлагают разработку финансовых порталов. То есть с помощью них уже можно разрабатывать. Нужны айтишники, технари, я экономист. Я в этом деле ничего не понимаю. Нужны люди, которые возьмут техническую часть. Есть вопросы? Да, ну их много, проект не важно. Вопрос, кому станет хорошо? Банкирам? Потерпевшим от кредитов? Потерпевшим от депозитов, когда все рухнет? Кому хорошо? Почему рухнет? Человек... Потому что экономика так устроена, что рано или поздно будет раскачать кучу. Но потом она опять насчет расти. Тихо, может, порталит. Не, интересно. Хорошо потребителю, который заходит на портал, оставляет зарядку. Выбирает более дешевых денег. Хочу, хочу кредит. Все желающие банки... Проект, Рокет, Кредит, КомуА, проект... Они все, я знаю, они все очень слабенькие и полуживые, работают сугубо на рекламе. Отчего они полуживые? И сравнение по трем критериям, которые не вяжутся ни с чем. Какой-то процент, какой-то платеж, то есть три условия, которые... Короче, ладно, ты веришь, что если это написать, ты продвинешь лучше. Все, окей, соберем. Нет, они не сравнивают, действительно, не показывают цену этого продукта. Они берут какие-то элементарные... Но еще и ритингуют банки, так чтобы у них... Нет, банки платят за лиды, да, все. Нет, мы просто... Это уже условие, это бред. Нет, тут просто проблема в том, что действительно кредитного рейтинга нет, у нас нет данных по всему. Человек тебе номер паспорта и свой ID не сообщит. Просто в этой системе. Просто так. Вот, ну, понятно, хорошо. Ты ищешь полный стэк программиста и... Да, технологии. Я могу посоветовать. Но это не на Хакатоне. Это месяца два и лучше за чужие деньги. 89 тысяч долларов. Ну, да, то есть это какой-то банк тебе должен заспонсировать и дать... Я в том, что если в банке, проблема в том, что банки тоже делают... Я не могу тебе все рассказывать, проблема не в этом. Проблема в том, что не хочет никто пользоваться, и сами банки не хотят отпускать свои B2B процессы. То есть все. Ребят, вы можете это обсудить. Да, да, да. Только отмечная диспетия. Следующее.